РАДИО БОЛТКОМ Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. ЛЕЧЕБНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДИАГНОС НЕДЕЛИ И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. Олег Пеков в студии и вместе со мной психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Ну и, как всегда, мы напоминаем, что да, передача в 16 часов, но она выходит и сейчас по утрам, так что ничего страшного, если вдруг вы слышите нас утром, вечером сможете услышать еще раз, если вдруг какие-то вопросы возникли и что-то не разобрали. Сегодня, я понимаю, мы поговорим о манипуляциях, о том, как вообще понять, что тобой манипулируют. И являются ли манипуляции обычная, ну, не знаю, ситуация, когда, например, муж с женой сидят на кухне, и муж говорит, ох, хорошо бы сейчас вот выпить, там, не знаю, кофе, вот, или там было бы здорово. Ну, то есть не просит жену, приготовь, дорогая, любезная, ты у меня такая хорошая. Это вот, то есть является ли вот уже это первым шагом, может быть, к манипулированию другим человеком? Хорошо, что вы задали этот вопрос, Олег, потому что как раз, на чем я сегодня хотел бы сосредоточиться, о манипуляциях мы говорили достаточно много. И вот сосредоточиться на том, что когда-то вот по планете ходил призрак коммунизма, теперь по планете ходит призрак манипуляции. Она, безусловно, есть, была, есть и будет. Но, по-моему, сейчас настала та ситуация, когда люди уже знают, что сам факт манипуляции в природе присутствует, и хорошо, что они об этом знают, потому что, как-то есть старая поговорка, кто предупреждён, тот вооружён. Примонитус, примонитус. Но есть в медицине термин гипердиагностика. Когда мы диагностируем то, чего нет на самом деле. Когда мы на каких-то мелких симптомах, основываясь, ставим диагноз, который здесь не совсем уместен. Я думаю, что с манипуляцией та же история. Вопрос, который вы задали, является ли муж, кто говорит, эх, хорошо бы кофьяку сейчас манипулятором, наверное, вот на этой одной вырезанной сценке мы не можем сказать. Если муж постоянно, используя разные такие хитрые фразы, пытается же что-то добиваться, и в данном случае возможно, что между ними есть любовь и забота друг о друге, или же жена является каким-то средством, инструментом, который должна поставлять всяческие блага регулярно. Поэтому на одной этой фразе это, может быть, и просьба одного любящего к другому, а может, конечно, и манипуляции. Можете представить картину, где за кадром мы не видим, но если человек, неважно, муж или жена, не получает желаемого, он найдёт способ вторую свою половину заставить почувствовать себя виноватой, испытать угрызение совести, почувствовать какие-то упрёки. Наверное, если я не приношу вовремя кофе, я недостаточно хорошая жена. Или если я не приношу каждую субботу цветы, наверное, я не очень хороший муж. И здесь возможны варианты. Поэтому, мне кажется, на одной картинке редко можно выстроить понимание того, что происходит. У нас просто сразу, я понимаю, заволновались то ли мужья, то ли жёны. Здравствуйте. Доброе утро. Хорошо, Лариса. Вы знаете, мне очень интересно. Я хочу сказать, что манипулятор очень хороший, наши зверюшки тоже. Кошки, собаки. Они иногда прикидываются больными или жалобно что-то там поют. Всё. У меня вот такой вопрос. Почему люди очень часто поддаются сильнее на манипуляции зверюшек, чем своих собственных родственников? Спасибо. Это сложный вопрос. У меня никогда не было зверюшек. И зверюшек как манипуляторов никогда не рассматривали. Есть какие-то свои хитрости, чтобы получить что-то. Но ребёнок, который хитрится, чтобы получить конфетку, можно называть его манипулятором. Можно называть это зачатком манипуляции. Насчёт зверюшек, Лариса, я вам не отвечу. Мне почему-то как-то не верит, что зверюшки могут манипулировать. Хотя, на самом деле, есть один из критериев, как различить манипуляцию и её отсутствие. Если речь идет о людях, по крайней мере. Есть две системы ценностей. Одна, в которой мы другого человека рассматриваем как ценность самого по себе. И нас связывают отношения, основанные на признании его ценностей, ценности его чувств и так далее. Вторая, когда мы рассматриваем второго человека как некий объект, предмет, способ достижения неких наших целей, удовлетворения наших желаний, решения задач и так далее. Я не могу поставить на место зверюшки. Я не специалист по этологии, поведению животных. Поэтому не знаю, насколько в их поведении есть любовь к своим хозяевам. Хозяин является целью, способом получить желаемое. Вот вчера буквально я читал книгу о воспитании собак, и там давали совет, говорили о том, что если собака очень сильно, ну вот она пытается у вас что-то получить, то здесь должна быть стратегия такая. Если в принципе это можно сделать, лучше сделать это сразу. Ей дать какое-то послабление или вкусняшку. Если же нет, то тогда ни в коем случае не поддаваться на то, что она будет, не знаю, там ластиться, там изображать, что она очень хочет что-то получить. То есть тут воспитание, они говорят, собак очень конкретное. Или да, или нет, но ни в коем случае нельзя половинчатые решения принимать. Вот опять, увы, сфера, в которой я абсолютно не имею своего мнения. По сути дела в слове «манипуляция» ничего плохого нет. Есть вооружение «медицинские манипуляции». Это вовсе от латинского слова «рука». То есть хирургические манипуляции, есть какие-то манипуляции производства, то, что мы делаем, какие-то технические вещи. Всё это не является грехом. Есть понятие психологической манипуляции. Здесь тоже уже начинаются некие нюансы и вопросы. Ну, например, наверное, мы согласимся, что если вот то, что мы сказали, другого человека мы рассматриваем не как ценности, а как объект, давайте возьмём, как пример, рекламу. Естественно, реклама – это чистейшая манипуляция. Если специалисты по рекламе будут рассматривать ценность каждого отдельного покупателя, для бизнеса будет не очень хорошо. Цель рекламы – это добиться того, рассматривать человека как некий предмет, который может объект, который может совершать покупки, приобретать нужные тебе услуги и давать возможность бизнесу зарабатывать. Как ещё в советские времена сказал мне, одекдат назывался «фарцовщики», если помните, и спекулянты и так далее, говорил, что у меня нет цели продать тебе то, что тебе нужно. У меня есть цель продать тебе то, что мне нужно продать. И я думаю, что принципы рекламы на этом, в общем-то, и держатся. Кроме того, наверняка, я думаю, кроме отъявленных идеалистов, мы согласятся, что политическая реклама – это ровно та же история. Политическая реклама, правда, обычно подчёркивает, подчёркивает, что для нас ценны лично вы как человек, для нас ценны ваши мнения, для нас ценны все эти вещи. Ну, цель политической рекламы – это привести к власти определённую партию, добиться от людей, чтобы они проголосовали. Кстати, что ценно ваше мнение, это уже стало устоявшись таким штампом. Если помните, есть какие-нибудь опросы по телефону или в интернете. Спасибо за ваш ответ, нам очень ценно. Спасибо за ваш звонок, нам очень ценно ваше мнение, ваше внимание и так далее, и так далее, и так далее. Просто насколько оно ценно на самом деле, или насколько ты как личность интересуешь кого-то на том конце – это большой вопрос, масса сомнений. Где найти черту, чтобы понять, есть манипуляция или нет? Сейчас у манипуляции очень много классификаций. Любимая одна из фраз, повсюду процветающая – «Ты нарушаешь мои границы». Недавно на эту тему была какая-то дискуссия в Фейсбуке, и я высказал своё мнение. Здесь очень важный вопрос. Кто-то нарушает твои границы, или ты не очень хорошо понимаешь, что те твои границы пролегают? Как споры между государствами. Возникает спор, где чья граница находится. Бывают разные мнения по этому поводу. Это начинает решаться переговорами, военной силой. Или просто кто-то приходит и переставляет пограничные столбы и проводит черту заново, и так далее, и так далее. Вот вопрос для человека, как он выясняет, и как он ощущает, где находятся его границы, и насколько это мнение субъективно или объективно, мне кажется, это очень важно для понимания, манипулирует тобой или нет. Например, я уже неоднократно слышал от родителей, от моих пациентов, что их дети, ещё дети или уже подростки, когда им говорят, надо делать уроки, ребёнок продолжает сидеть в телефоне. Ребёнку говорят, дай, пожалуйста, телефон, делай уроки, или я должен у тебя решить телефон, или, не знаю, убирай свою комнату, или я должен у тебя забрать телефон. Ребёнок отвечает, ты мной манипулируешь. Ты мной манипулируешь. И дети уже знают, они даже не совсем понимают, что такое манипуляция, но уже знают, что если делают что-то, что мне не нравится, это уже манипуляция. И другие ситуации. Ну, например, есть очень уже устоявшийся термин под названием газлайтинг, который происходит от фильма чуть ли не сороковых или пятидесятых годов, где муж манипулирует женой и убеждает её, что какие-то события в реальной жизни просто ей кажутся, что она их придумывает, и практически чуть ли не свою ответственность с ума. И газлайтингом сейчас называется, когда кого-то пытаются убедить, что, ну, допустим, его обиды нереальны, неправильны, не имеет, нет оснований для них, или что какое-то событие на самом деле не происходило, и тому подобные вещи. И сам по себе газлайтинг наверняка существует, и мы с такими вещами в терапевтической практике да многие в жизни сталкиваются, но у нас опять вопрос. Мы имеем дело с двумя субъективными мнениями. Когда человек говорит, что ты меня нынче модный глагол газлайтишь, кто из них на самом деле отказывается признать реальность происходившего? То есть у нас нет суда, у нас нет свидетелей, которых мы способны привести, и ситуация становится зеркальной. Видим двух людей, которые говорят, ты нарушаешь мои границы, нет, ты нарушаешь мои границы, ты газлайтишь, нет, это ты газлайтишь, я-то точно помню, что это было или что этого не было. И возникает ситуация практически тупиковая, что еще у нас есть из арсенала манипуляций. Есть нынче очень популярное слово victim blaming, то есть обвинение жертвы какого-то преступления, насилия, еще чего-то, что она сама во всем виновата. И опять victim blaming совершенно объективное явление, это присутствует. и можно найти ужасные совершенно комментарии, где они всегда речь идет о том, что женщину избивают или насилуют, то в комментариях ну сама виновата, а не надо было доводить до этого или надо было еще что-то. И когда человек, который пострадал, его в этом винят и говорят, никто кроме тебя за это не отвечает, это, конечно, жестоко, несправедливо и добавляет человеку страданий. Но когда мы говорим женщине, что не стоит садиться в машину с незнакомыми мужчинами, если к счастью еще и пьяная, и куда-то, которая тебя вообще куда-то отвезти, если это плохо кончается, то очень важно понять, где мы обвиняем жертву, где мы говорим об элементарной технике безопасности. Если люди забредают ночью, скажем, очень плохой район, где можно столкнуться с самыми неприятными людьми, и им об этом говорят, это виктим блейминг, или это попытка воззвать красотку. Но с другой стороны, ведь мы живем в обществе, где как будто бы считается нехорошим делом избивать другого человека, отбирать у него вещи. То есть в теории, в каком-то идеальном мире, по идее, не должно существовать таких районов, куда я должен бояться заходить, или мне говорили бы, что я не должен заходить в вечерние часы. И опять-таки, если мы говорим об идеальном мире, даже женщина, если она слегка выпила, она не должна подвергаться насилию со стороны таких животнопьяных людей, то есть это как бы является преступлением, то есть с ее стороны она не нарушила никакого закона, нигде в законах не написано, что они должны. Она не нарушила закона, это нисколько не снимает ответственность из тех, кто это сделал, но есть понятие техники безопасности везде. И да, мы, к сожалению, живем не в идеальном мире. Живем в мире, где существуют преступники, существуют психопатические личности, где существуют социопаты просто откровенные. Много всего. Мы живем в несовершенном мире, и делать вид, что он как будто уже в совершенном мире, и поступать так уже в совершенном мире, это очень рискованно. И еще раз, человек, совершивший преступление против другого человека, должен быть наказан независимо от того, что кто-то доверчиво сел к нему в машину, или кто-то оказался в ненужное время, в ненужном месте, где не надо находиться. Но это вопрос к человеку, который попал в эту ситуацию, не сказать ему сам виноват, а задаться вопросом как тебе кажется, почему ты снова и снова ставишь себя в рискованные ситуации, ставишь себя в ситуации, в которых есть угроза твоей личности, твоей физической целостности, твоему имуществу и так далее, и так далее. То есть здесь мне кажется ощутимая разница. У меня когда-то была пациентка, которая сказала доктор, меня насиловали 16 раз за всю свою жизнь. Да, это прямо скажу. Я спросил, как это? Ну, например, один случай. Она оказалась, это еще было старое, по-моему, времена, советские или перестроечные, она оказалась в каком-то городе, в гостиницу, в гостиницу, где уже не было места. Она сидела в холле, в каком-то номере жили трое мужчин, сказали, дети к нам ночевать, мы, честное слово, к вам не прикоснемся, будем просто как братья. Естественно, никаких братьев там не оказалось, она испытала то самое насилие, почему-то она не обратилась в органы в порядке, она вышла в этого номера. Сейчас другой мужчина, который сказал, ужас какой, когда мы так обошлись, идемте ко мне, мы будем, явно, случилась ровно та же история. И с этой женщиной говорили, когда она почему-то регулярно садилась в ненужные машины, когда незнакомые мужчины обещали куда-то отвезти, что-то ей показать, и так далее, и так далее. И здесь возникает опять вот, здесь нет сомнения в том, что происходило изнасилование, в том, что эти люди заслуживают наказание. Здесь вопрос к человеку, почему он с собой так поступает, почему он снова и снова оказывается в ситуации, чреватой какой-то формой разрушения. Ну, это вот может быть какая-то подсознательная, я не знаю, тяга к опасностям, тяга к, ну, опять-таки, вот я боюсь обвинения в виктимблейминге, но может быть эта женщина подсознательно шла на риск с какими-то вот прямо подспудными желаниями, чтобы это произошло. Почему человек бессознательно ставит себя в ситуации, приводящей к саморазрушению, это один и тот же вопрос, почему человек становится зависимым от алкоголя, от каких-то препаратов и так далее. Это ведь тоже форма саморазрушения, человек знает, что этого не нужно делать, но почему-то находит для этого оправдания. Это, конечно, не идентично, но немножко родственные ситуации. Так вот, во всех этих ситуациях если там все вопросом, где подлинное нарушение границ, где мнимое нарушение границ, где есть газлайтинг, где его нет, ну, и то же самое вот пример с ребенком, кто утверждает, что родители им манипулируют, когда они пытаются за что-то наказать, добиться, чтобы он что-то делал. То, с чего мы сегодня начинали. Есть, когда мы воспринимаем человека как человек с его ценностью, как с его чувствами и так далее, есть человек у нас какой-то бездушный объект, предмет, способ достижения каких-то наших целей. Добиться от него, что он что-то сделал, от чего ты испытаешь некую выгоду, материальную, моральную, какую угодно. Здесь есть такое слово «С любовью мы это делаем или нет?» Ну, самый простой пример с родителями. Родитель, который говорит своему ребенку, что «Пожалуйста, ты должен отложить телефон, делать уроки, иначе я его заберу». Он это делает просто, чтобы ему было спокойнее, и для него важно, чтобы ребенок в итоге получал образование, для него важна эта забота о ребенке, о его благе и так далее. Родитель, который ребенка принуждает делать некие вещи просто по собственному капризу, причем слово «принуждая» здесь такое интересное. Наверное, родители, которые прямыми угрозами и насилием заставляют ребенка что-то делать, это уже не манипуляция, это называется доминирование. То есть мы напрямую, у нас есть такая цель, у меня есть над тобой власть, и я тем или иным способом заставлю тебя делать то, что мне нужно. манипуляция носит обычно более мягкий, более скрытый характер. Известный, самый распространенный инструмент манипуляции это чувство вины, заставить кого-то почувствовать себя виноватым. Вот я чувствую себя виноватым, потому что нам показывает звукорежиссер, что сейчас время короткой рекламной паузы, после чего мы продолжим программу, и Рейли Резник-Мартов продолжит рассказывать о манипуляциях. Радио Редактор субтитров Корректор А.Егорова День, час в час, минута в минуту, Радио Болтком. Продолжается программа Диагноз недели, я напомню, в нашей студии Рейли Резник-Мартов, психиатр-психотерапевт, мы говорим о манипуляции, и где вот разница между манипуляцией, манипулированием и доминированием, если родитель заставляет что-то делать, и получается, что манипуляция это когда хотя бы используя чувство вины, один человек вроде бы вынуждает другого, но ему хочется, чтобы он сделал это добровольно, получается, чтобы не заставить, а как будто бы человек это все сделал сам. Доминирование тоже не столь однозначно. когда родитель говорит ребенку так, ты сделаешь что-то и то-то, иначе, не знаю, получишь ремня, иначе, ты это сделаешь так, потому что я так сказал, потому что я у тебя старше, умнее, и, скажем так, родитель не утруждает себя хоть какими-то объяснениями. Когда родитель говорит, ты должен сделать так-то и так-то, потому что, не потому что, иначе ты будешь плохим, или иначе я из-за тебя буду страдать и переживать и так далее. А потому что это в твоих интересах, потому что ты должен получить образование, потому что это, значит, будет выполнено, чтобы ты закончил этот класс, этот табель и так далее. То есть, где есть разъяснение. Иногда дети не способны понимать, и на этот случай существует понятие родительской власти. Но она тоже бывает очень разной. Вот манипуляция заносит более скрытый характер. И манипуляция, опять, это здесь точно не идет речь не об интересах ребенка, не об интересах какого-то друга или близкого человека. Речь идет о как некоем самоутверждении. Кто обычно является наиболее распространенными манипуляторами? Это люди с психопатическим характером. Люди не способные ощущать эмоциональную боль другого человека. Люди, которые преследуют свои цели с достаточно циничными способами. В западную формулировку психопатии входит понятие макеавеллизм. От имени известного политика итальянского Никола Макеавелли, которые в достижении целей не очень рекомендовалось считаться правителем с какими-то морально-этическими нормами. манипулятор обычно что делает? Во-первых, он скрывает свои намерения использовать и быть агрессивным. Во-вторых, манипулятор всегда хорошо знает уязвимость жертвы. он всегда знает уязвимые места этого человека, не важно страх, это вина, это чувство долга, даже чувство любви может быть неченнее, чем ты, если ты меня любишь, должен сделать то-то, то-то и то-то. И, кроме этого, манипулятор имеет, к сожалению, достаточный какой-то уровень жестокости, потому что его в общем-то не беспокоит, что он причиняет этой жертве боль. У меня сразу возникает вот в литературе, русской литературе образ Иудушки Головлёва, наверное, как такого манипулятора эталонного. Иудушка Головлёв, но известные манипуляторы в истории это иезуиты, даже есть, не всегда это справедливо, мне кажется, но вот это иезуитское коварство и тому подобные вещи, какими-то окольными путями добиваться своего. Опять же, фраза припис моря иезуитов цель оправдывает средство. Правда, там, по-моему, и пошло продолжение, что если всё это во славу Божью и на благо церкви, но это продолжение обычно отбрасывалось. как нам еще одна вещь, манипуляторы на самом деле тоже глубоко несчастные люди. Здесь есть такая странная пара, несчастен и тот, кем манипулирует, и несчастен и тот, кто манипулирует. Еще раз подчеркну, мы говорим о какой-то психологической манипуляции в межличностных отношениях. Что, например, если есть условно некий руководитель, начальник, хозяин некоего бизнеса, у него есть подчиненные, и от них добиваются максимальной эффективности. Ни в каком кодексе не прописано, что руководитель обязан любить своих подчиненных. Может быть, и должен был бы, но не прописано. И если он делает некие вещи, чтобы поощряет, наказывает и так далее, и так далее, в рамках трудового законодательства, ведь ему претензии сложно. Есть, правда, масса людей, которые ухитряются при этом унижать своих подчиненных, запугивать их, взять их тоже чувство вины, провоцировать некое соперничество, вести некие интриги и так далее, и так далее. Это уже манипуляции, и они тоже, к сожалению, не всегда или почти всегда не наказуемы как нарушение трудового законодательства. Что здесь может происходить, это человек, который является объектом манипуляции, может это распознавать и делать какие-то свои выборы, противостоять, высказываться или уходить с этой работы, или отставиться прочим каким-то образом. Вот в Японии мне кажется очень странные вот эти, ну и по-моему сейчас и в Европе тоже как три, я не знаю, когда там мы там одна команда или там какие-то речевки, там собрания, где заводят друг друга какими-то лозунгами, выкриками менеджеры. Вот у меня иногда возникает просто какое-то опасение, что это не психически или больные люди, но объясняют, что это вот должно мотивировать людей. Это вот манипуляция или нет? Просто Япония вообще совершенно другая культура. Я не был в Японии, но довольно-таки много о ней слышал, читал, и в общем-то есть такой известный японист еще с советских времен Мещеряков, на ютубе много его лектора слушают, он сказал, при всем том, насколько я люблю Японию и японскую культуру, я бы никогда не хотел в ней жить, потому что я не люблю ходить с троем, а в Японии все ходят с троем, сказал он. Он человек, который посвятил десятилетия своей жизни, получил какие-то престижные японские премии за книги о Японии, то есть он в общем-то понимает, о чем говорит. Так что здесь другая культура, о ней судить вообще очень сложно. Что нам делать? Как там распознавать манипуляторов, которые, повторяю, могут быть несчастны? Потому что манипулятор – человек, который действует без любви, человек, которого ни с кем не связывают искренние, тёплые отношения. Человек, обделённый искренними, тёплыми отношениями, близостью, несчастье, на самом деле, независимо от того, он является жертвой манипулятора, является самим манипулятором. Ну, психопаты, по-прежнему, люди несчастные, потому что они не способны к близости. Или эта близость очень хрупка и взрывается, как только что-то происходит не так, как нравится психопатической личности. Но, в общем-то, как показывают психологические исследования, среди манипуляторов самих полно психосоматических расстройств, полно, у них очень высокий уровень тревоги. Вы редко встретите манипулятора, ещё раз, в отношениях спокойного, уверенного в себе и так далее, и так далее. На самом деле, манипулятор – это человек, который осознанно или, скажем так, бессознательно искренне не верит, что его можно любить. Он искренне не верит, что он может получить то, что он хочет по-хорошему, через близость, через установление каких-то глубоких, хороших отношений. Он должен всё время хитрить и что-то получать. Его везде, как в том анекдоте, никак не пойму, где же ты меня обмануть собираешься. Поэтому жить в постоянном недоверии и подозрении, в общем-то, как говорят, не суди по себе, манипуляторы судят по себе. Он измеряет окружающих самим собой, тем же неверием, что его можно любить, что его можно искренне относиться. Это его принцип кто кого. Кто кого перехитрит, кто чего добьётся. Есть известный жанр литературы, уже, скорее, с прошлого, плутовской роман. Плуты, хотя на их стороне часто симпатия на широких масс, это манипуляторы. Это люди, которые всякого того могли перехитрить, обмануть, добиться своего и так далее. Я только хотел спросить, Остап Бендер является ли манипулятором? Конечно. Конечно. Остап Бендер достаточно трагическая фигура. Если мы посмотрим, что в обоих романах, что с Кисой Воробьяниновым, что с Паниковским и Шурой Балагановым и Козлеевичем не связывают тёплые отношения. Он их использует, и всё это кончается плохо и для всех. И даже когда он пытается влюбиться в Зосю Синицкую, если не ошибаюсь, всё кончается плохо. И, кстати, о Бендере я когда-то сколько-то его перечитывал и вдруг нашёл для себя очень простую и понятную вещь, что я раньше не замечал, это с возрастом приходит, когда где-то автопробег знаменитый, и они останавливаются где-то в поле, и Бендер говорит Паниковскому. Знаете, какая судьба вас ждёт? Однажды вы окажетесь в гостинице, старый, больной, у вас начнёт отниматься нога, рука, вам некого будет позвать на помощь, жён вы бросали, а детей не родили из экономии, вы будете одиноким, лежать в гостинице, замерзать, умирать, никто не говорит вам на помощь. Я вдруг подумал, что Бендер описывает собственное будущее, просто Паниковский уже старый и больной жулик, который там же умирает в этой книге, а Бендер пока ещё молодой и полный сил жулик, но в принципе то, что называется проекция в психологии, когда он обвиняет кого-то в том, что есть в нём самом. Он ровно такой же, у него нет детей, он никогда не может жениться, разве что на мадам Грисоцуеву и то, чтобы добиться каких-то своих целей и так далее. То есть Бендер, да, конечно, чистый манипулятор и в общем-то с годами повышенная фигура достаточно несимпатичная и трагическая, потому что с ним везде всё кончается плохо. И это да, это тоже когда человек пытается добиваться манипуляциями, шантажом, хитростью и так далее, как-то в итоге всё заканчивается плохо. Как нам научиться распознавать, где нами на самом деле манипулируют, а где нам кажется, что манипулируют? Мне кажется, что есть, ну, в этих ситуациях нам стоит вслушиваться и в того, с кем мы имеем дело, и в самих себя. Ну, если человек пытается что-то продать, здесь всё понятно. Здесь как-то проще решить, нужно тебе то, что ты пытается продать, или не нужно, или ты поддаёшься некоему внушению. А вот в отношениях, мне кажется, очень важный вопрос. Человек, который со мной сейчас разговаривает, так сидит и так далее, я вообще ощущаю, что он меня любит или нет? И насколько это ощущение, любить, с ним задуматься, тому есть подтверждение. Это человек, который обо мне заботчик, который ко мне неравнодушен, человек, который для меня в какие-то моменты является поддержкой и так далее. Второе, наверное, вслушиваясь в человека, с которым мы имеем дело, это задать себе вопрос, что он сейчас делает? Он пытается помочь мне что-то понять? Он как-то аргументирует свои мысли, и как он их аргументирует? Или он пытается вызвать во мне чувство вины и стыда? И вот когда человек пытается вызвать чувство вины и стыда, и это для него очень характерный способ действия, все приводится к тому, как тебе не стыдно. Ты виноват. Если ты виноват, то это надо обязательно искупать. И так далее, и так далее. Причем вина ты можешь в том, что ты не выполнил долг. Ты можешь виноват в том, что мне плохо. Мне из-за тебя плохо. Кстати, о манипуляторах с базовой передачи, о вторичной выгоде. вот допустим образ, когда есть неважно, мама, жена, папа, которые говорят, ты так себя ужасно ведешь, у меня сейчас давление поднимается, мне из-за тебя плохо. И оно, возможно, действительно поднимается. но это вопрос, не надо выпить таблетку, а не обвинять кого-то в том, что из-за тебя у меня поднялось давление. А дальше, когда это один раз сработало, и человек чувствует себя обязанным, ответственным за чужое давление, вот он механизм манипуляции с одной стороны, человек обязан теперь, ты ответственен за мое здоровье, хотя мы два взрослых человека, и никакой ответственности нет. А другая сторона, то, что пришло самим манипулятором на бессознательном уровне, это один раз сработало, то теперь каждый раз, когда кто-то действует не так, как мне нравится, у меня будет действительно подниматься давление. Будет подниматься, буду кладываться в постель, я буду снова этим угрожать окружающего, сейчас умру, и вы будете в этом виноваты. Это, конечно, чисто манипуляция. То есть, там, где твой оппонент пытается с тобой провести снова эти чувства вины и ответственности за него, за его судьбу, за его жизнь и так далее, здесь явно имеет дело манипуляции. А если, например, он все время спрашивает, ну, как будто бы спрашивает совета, чтобы потом в случае, если, ну, в результате все пошло не так, сказать, ну, как же, вот ты виноват, ты мне посоветовал сделать так, из-за тебя, вот, я потерял, там, не знаю, деньги, там, или провалился на экзамене, или что-то еще. Здесь вопрос к себе самому, почему ты все время с готовностью даешь советы, почему ты берешь на себя ответственность за чужую жизнь снова и снова. Это то, что мы в терапии всегда говорим своим пациентам, мы не даем советов. Иногда, какие-то могут прозвучать рекомендации, но в принципе терапия не построена на советах, иначе человек так и будет ходить к тебе как к какому-нибудь восточному мудрецу за постоянными советами и возлагать на тебе ответственность за свою судьбу. Это о том, что понимать и думать о манипуляторах. Что о себе? Каждый раз, когда у тебя есть чувство искренней обиды, когда тебе кажется, что нарушают твои границы, когда тебе кажется, что происходит газлайтинг, вегатимблейминг и еще много умных иностранных слов, у нас всегда есть возможность к себе прислушаться и попытаться посмотреть на ситуацию несколько отстраненно. Что сейчас происходит? Потому что я действительно кто-то нарушил мои права или на самом деле просто не нравится то, что происходит и некий парадокс. Говорят человеку, ты виноват, ты виноват, ты занимаешься этим блеймингом, вина, 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 ты виноват, не становлюсь ли я самым манипулятором, не пытаюсь ли я у кого-то вызвать чувство вины. То есть, когда я говорю, я в этой ситуации буду поступать таким, может, как считаю правильным, потому-то и потому-то, и твое мнение я выслушал, но я не готов поступать так, как мне хочешь, это одно. Если я, как вы верно заметили, возлагаю ответственность за свои несчастья, за свои ошибки именно кого-то, получается, что мы начинаем выяснять, кто же здесь на самом деле манипулятор. И, по идее, могут столкнуться и два манипулятора, но всё-таки там, где есть манипулятор, есть хищник и есть жертва чаще всего. Есть ещё отдельная тема, что манипуляции не всегда осознаны. Манипуляции бессознательно, это тема отдельной передачи, но вот вопрос такой личной безопасности, ещё раз резюмируем. Вопрос, который мы должны задать себе, когда человек от нас пытается чего-то добиться. Связано ли это с любовью или под маской «ну я же тебя люблю» скрывается на самом деле то же самое злоупотребление. Вызывают ли у нас постоянно чувства вины, если вызывают, то зачем это делают? Мы себя действительно чувствуем виноватыми, и мы о своём сделаем что-то плохое, или только речь идет о том, что нам успешно внушают, что мы виноваты. Здесь мы опять упираемся в моё любимое слово осознанность. Есть опять отдельная тема передачи, и мы к ней много раз прикасались, и к этой теме, это что в человеке делает его очень удобным объектом для манипуляции. Обычно это низкая самооценка, обычно это чувство вины, которое заложено изначально совершенно другими людьми, обычно это чувство тревоги, которую иногда можно снизить, якобы следуя каким-то желаниям и так далее. Но это опять отдельно большой вопрос. Я хочу резюмировать нашу передачу всё тем же. Дабы не заниматься гипердиагностикой и манипуляцией, чтобы понять, кто здесь на самом деле манипулятор, всегда стоит помимо эмоций, обиды или вины или ещё успеть искренне задать себе вопрос, что я сейчас чувствую и почему я это чувствую и какие чувства меня вызывает человек, с которым сейчас имею дело. У тебя есть шанс на это найти их правильный ответ. Если же человек понимает или ощущает, что он слишком часто или ощущает себя жертвой манипуляции или испытывает чувство вины или очень часто винит кого-то, наверное, ему стоило бы дойти до какого-нибудь профессионала, психотерапевта, психолога, чтобы разобраться, что же со мной происходит, почему меня обуревают эти чувства. Риэль Резник-Мартов, диагноз недели. Спасибо большое и до следующего понедельника. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.